МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Руководители федеральных институтов развития и крупнейших российских компаний. Участников ждала насыщенная программа, которая включала в себя живые дискуссии, тренинги, бизнес-игры и квесты. В рамках инвестиционного пикника гости посетили строительную площадку маслоэкстракционного завода, а также подписали ряд крупнейших соглашений о сотрудничестве. В ходе кумертау-тура гости ознакомились с богатой культурой башкирского народа. Подробный материал наша телекомпания покажет во вторник. От помощи, особенно финансовой, на стадии становления бизнеса откажется редкий предприниматель. Такую поддержку бизнесменам ежегодно оказывает городская администрация. Некоторые предприниматели уже воспользовались этим заманчивым предложением. На что они потратили целевые средства, узнавал мой коллега Константин Меркушев. Малое и среднее предпринимательство в последнее время в городе набирает обороты. Администрация выделяет все больше финансов на реализацию различных бизнес-проектов. В прошлом году малый и средний бизнес в городе получил от администрации на становление бизнеса около 7 миллионов рублей. Администрация города Кумертау ежегодно проводит конкурсы на выделение финансовой поддержки предпринимателям нашего города. И, конечно же, в первую очередь мы стараемся уделить внимание новичкам, то есть тем, кто только что организовал бизнес. Те предприниматели, которые создали свой бизнес, они в течение года могут подать именно по виду поддержки на начальной стадии становления бизнеса, так называемый стартап. Количество получателей этих поддержки ежегодно у нас растет. И вот про успешность, если посмотреть, конечно же, у нас есть, ну, как минимум, четыре предпринимателя успешные, которые взяли деньги на стартап именно по этому направлению и смогли открыть или какое-то кафе, или организовать там шиномонтажный центр. Так, в рамках этой программы общество с ограниченной ответственностью «Яркий мир» получил около 900 тысяч рублей. На эти деньги было куплено оборудование. Например, такой, как лазерный гравировщик. Теперь мы можем не только делать сувенирку с помощью полиграфических возможностей, но и еще и гравировать. Это огромный принтер, который позволяет работать с многочисленными материалами. Достаточно интересная новая игрушка, штучка, которую мы активно осваиваем. Вот. И, в общем-то, будет и уже есть уже новые подарки, новые возможности. В общем-то, интересно для горожан. И интересно, я думаю, будет и для нас самих. Уже есть. Компания также занимается изготовлением сувенирной продукции. Цифровой печатью не только. Посетил наши съемочные группы и гранат «Лофт-кафе». Ресторан расположен на четвертом этаже в здании «Дом быта». Из окон заведения распахивается прекрасный вид на город. Предприниматель Светлана Сосипатрова получила 600 тысяч рублей на поддержку бизнеса. Закупили большое количество оборудования для кухни. По словам Светланы Вячеславовны, для нее это был неожиданный шаг. Мы никогда не думали, что мы будем заниматься именно ресторанным бизнесом. Так скажем, становимся начинающими рестораторами. Но это настолько интересный вид деятельности, что захватывает с каждым днем все больше и больше. Дело идет неплохо. В ближайшее время ресторан будет расширяться. Уже начались работы в комнате отдыха, где планируется караоке-зал. Еще один предприниматель, получивший поддержку, Роман Рахман. Вначале хотел открыть небольшой отдел для продажи развесного чая и кофе. Но помещение, снятое в аренду по улице Горького, оказалось большое. Поэтому решил, плюс ко всему, открыть и кофейню. 18 декабря состоялось открытие. И уже есть постоянные клиенты. Кафе замечательное. Уютная домашняя обстановка. Бываю здесь довольно часто, как близко очень работаю. С утра заходим с друзьями по чашечке кофе и, как говорится, поступаем к работе. Вечерами бываем, даже с семьей заходим. Выпечка вкусная, всегда свежая. Кофе свежий. Я очень доволен, что в городе открылся такой кафе. Роман Валерьевич на полученные от администрации 300 тысяч рублей приобрел кофемолки и кофемашины. Кроме того, в продаже есть кондитерские изделия. А именно торты, пирожные и известные изделия европейского образца – пончики. По словам посетителей, цены в кафе приемлемые. Тут довольно-таки доступные цены. И также меня привлекает то, что у нас в городе один эспрессо-бар. Все три предпринимателя получили поддержку в том году. На сегодняшний день же перед городом стоит самая сложная задача – освоение средств из федерального и республиканского бюджета. Сейчас продолжается конкурс. Мы распределяем деньги из республиканского и федерального бюджетов. В планах у нас на эти виды поддержки выделить порядка 20 миллионов рублей из тех 95, которые мы смог город привлечь в этом году. И эти 20 миллионов рублей мы планируем распределить между 45 предпринимателями. Вот эти стартаповцы нам очень интересны, потому что интересно даже за ними смотреть, когда из практически на пустом месте, беря какое-то помещение, которое, скажем, не использовалось, довольно-таки бывает, что там какие-то развалины какие-то, да, и они все это преобразуют, украшают, очищают и поднимают этот свой бизнес, устраивают людей. И получается такой вот симбиоз хорошего, успешного дела. В начале октября стартует второй конкурс. Прием заявок от бизнесменов предварительно продлится до ноября этого года. На неделе в городской мэрии прошло собрание председателей участковых избирательных комиссий. Они планировали работу, распределяли обязанности, обсуждали вопросы оповещения избирателя о месте и времени работы участков, а также процесс выдачи открепительных удостоверений. На организационное совещание были приглашены председатели и секретари участковых комиссий. Руководителями территориальной избирательной комиссии были отмечены изменения, внесенные в законодательство Российской Федерации и в Кодекс Республики Башкортостан, а также заявлено точное количество кандидатов в депутаты на выборы в Государственную Думу и в местный совет. У нас зарегистрировано 9 кандидатов, выдвигалось 11, но у нас не получили регистрацию самовыдвиженцев по различным причинам. На сегодняшний день в бюллетень будут вноситься 9 кандидатов по нашему одномандатному Салаватскому округу номер 7. Подобные собрания проводятся для планирования обязательных мероприятий, которые будут возложены на комиссии. Секретарями участковых организаций фиксируются основные данные о ближайших событиях, связанных с распределением обязанностей среди членов комиссии. Кроме этого, на руки сегодня председатели участковых избирательных комиссий получили перечень обязательных мероприятий, которые необходимо провести первоначально, открывая работу участковых избирательных комиссий. В этих сведениях указаны режимы работы и сроки получения необходимой документации от территориальной избирательной комиссии. По итогам совещания был намечен определенный план работы. Очередное заседание председателей участковых избирательных комиссий состоится 9 сентября. До выборов остается одна неделя. Сотрудники нашей телекомпании на неделе провели очередной опрос с целью выяснить, пойдут ли горожане на выборы. Из 14 опрошенных 13 ответили утвердительно. Один человек пока не определился. В эфире опрос жителей нашего города. Скажите, пожалуйста, вы пойдете на выборы? Да, пойду я на выборы. Я всегда хожу на выборы. Обязательно. Дело в том, что парламент, парламент у нас сейчас в данное время состоит так узкой как специальности. В основном там артисты и спортсмены. Все. Вот вопрос. Это наша гражданская позиция. Мы должны обязаны. Как же? Конечно, нужно. Я считаю, что каждый человек должен все-таки сделать свой выбор, что для него лучше. Потому что в нынешнее время, сами видите, что в стране и вообще в других странах творится. Поэтому выбрать определенную партию, жить ими, их идеями, я считаю, это очень главное для человека. Я работаю учителем истории, поэтому гражданская позиция присутствует. Конечно, пойду обязательно. Ну, это мое мнение. Я буду голосовать не за кого. Всех буду вытерпывать. Потому что бесполезно считаю. Ну, а как же, пойду, конечно. Как говорится, выборы – это наше будущее. Естественно, это будущее моих детей. Пойдем. Почему? Чтобы жизнь улучшалась. Поэтому и пойдем. Чтобы наша жизнь из года в год становилась краше и лучше. Чтобы для нас были условия. Для наших детей условия улучшались. Думаю, что пойдем. Нужно пойти каждому. Почему? Потому что все в наших руках. И будущее мы выбираем сами. Конечно, каждый человек должен сделать свой выбор, чтобы за нас его не сделали. К другим темам. Задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг остается одной из самых серьезных проблем в городе. Если в начале года общая сумма задолженности составляла порядка 80 миллионов рублей, то сейчас она выросла до 100 миллионов. Подробнее о проблеме и мерах расскажет Гульнас Филатова. Для решения проблемы с задолженностями у жителей по жилищно-коммунальным услугам управляющие компании посещают должников на дому, выдают предписание и берут расписки о том, что в течение определенного времени долг будет погашен. Кроме того, жильцам с крупными задолженностями предлагается вариант погашения в виде рассрочки платежа. К должникам применяются также более строгие меры по взысканию и подаче управляющими компаниями судебных исков. В этом году мы подали 237 исков на сумму более 8,5 миллионов рублей. Может быть, вы скажете, что эта сумма незначительная по сравнению с долгом в 100 миллионов. Но здесь есть причины. Одна из этих причин – это то, что мы сейчас иски стараемся подавать именно на тех людей, которые платежеспособны и с которыми не удалось достичь никакого соглашения, никакого консенсуса. На сегодняшний день просроченную задолженность имеют 4215 лицевых счета на общую сумму долга 92 миллиона 388 тысяч рублей. В период с января по август 2016 года подано 236 заявлений на вынесение судебного приказа и один иск о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг на общую сумму 8 миллионов 352 тысяч рублей. Регулярно проводятся рейды по взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги. Приставы действуют по решению судебных постановлений. И часто за неуплату долга назначается выселение должников из квартир. Но такие меры предпринимаются лишь в крайних случаях. Чаще управляющие компании стараются решить данный вопрос мирным путем и помочь жильцам оплатить долги. Каждая управляющая компания готова принять на работу должника. И практически в каждой управляющей компании у нас должники работают. Конечно, работа, если не квалифицированный специалист, то и работа соответствующая, там дворник или сантехник. Но работа предоставляется, то есть дается возможность оплатить эти долги. По словам директора предприятия жилком сервис Ольги Макаровой, Несмотря на нехватку средств из-за неуплат по услугам ЖКХ, управляющие компании стараются выполнять ремонтные работы по планам, но в ущерб ресурсным организациям. В субботу на площади Советов состоялась ярмарка дополнительного образования. Мероприятие ежегодно и пользуется спросом у школьников и их родителей. Здесь каждый может узнать о деятельности кружков и секций, которые есть в нашем городе. Познакомиться с педагогами и при желании записаться в понравившееся творческое объединение. О всем многообразии работы учреждений и дополнительного образования в нашем материале. Благодаря этой своеобразной выставке кружков секций творческих студий, у жителей Кумертау была уникальная возможность увидеть многообразие культурно-досуговых и спортивных учреждений в одном месте. И не только увидеть, но и познакомиться с их работой, побеседовать с педагогами и, возможно, сделать свой выбор. Положительные стороны такого мероприятия успели оценить как педагоги, так и родители. Да, конечно, это очень удобно. Я сам вообще первый раз на ярмарке, я сам работаю тренером недавно. И мне кажется, это очень удобно проводить. На мой взгляд, это очень даже хорошо, нежели просто ходить по школам и приглашать самим детей. Везде ведь, весь город ведь не пройдешь. А так вот все на месте, интересно, все хорошо. Вот на месте посмотреть можно. Здесь предоставлено столько много кружков, столько много всего. Конечно, это очень удобно. Сегодня многие родители уделяют физическому развитию ребенка не меньше внимания, чем учебе. Например, желающие могли записаться в лыжную секцию. Как проходят их тренировки, можно было увидеть на ярмарочной площадке. Готовит лыжников детско-юношеская спортивная школа. Занятия есть и для детей с ограниченными возможностями здоровья. С ними занимается тренер Владимир Казаков. Я набираю детей именно с ограниченными возможностями, так как у меня школа адаптивного спорта, республиканская адаптивная школа Паралимпийского резерва. То есть у меня я набираю детей в секцию лыжной гонки и биатлона. Биатлона у нас в городе пока не было. Был когда-то, в 90-х годах, сейчас нет. Ну, надеюсь, это все как бы вернется. В детско-юношеской спортивной школе также можно записаться в секцию баскетбола. По словам тренера, здесь уже есть сформировавшиеся команды. Они выступают на зональных и республиканских соревнованиях. Желающих научат так же ловко обращаться с мячом. Спортсменов-пауэрлифтеров готовят в клубе «Сила». Ребята демонстрировали приседания со штангой, жим лёжа на скамье и становую тягу. У нас занимаются дети с 14 лет. Ну, бывают дети такие крепкие, рослые. Берём на тренировки также с 13 лет. Самое главное требование – это справка от педиатра о состоянии здорового ребёнка, о том, что он может посещать секцию. Настоящее шоу с полётом беспилотных летательных аппаратов «Квадрокоптеров» организовал клуб имени Палатникова. Бесшумные, легкоуправляемые и манёвренные модели привлекли внимание как детей, так и взрослых. По словам руководителя авиамодельного кружка Олега Фарафонтова, возраст детей, занимающихся авиамоделированием, от 10 лет. Группа по изготовлению квадрокоптеров, дронов по-другому. Там уже постарше должны быть ребята, которые должны знать немножко физику. Иначе тут без этого аэродинамика, физика невозможно. Компьютер очень надо знать, потому что тут программирование всё идёт. Педагоги отмечают, что для многих занятия в клубах становятся путёвкой в будущую профессию. Такого мнения придерживается студент авиационного техникума Илья Кашманов. Молодой человек говорит, что нисколько не пожалел, что начал увлекаться авиамоделированием. Кружки по техническому моделированию есть в клубе «Орлёнок». На выставке были представлены как макеты изделий, так и радиоуправляемые модели самолётов. В этих клубах также широко представлены кружки по рукоделию, кройке, шитью, макраме и изготовлению мягких игрушек. Познакомиться можно было и с деятельностью хореографической, художественной, музыкальной школ, творческих объединений, Дома культуры «Рассвет» и многих других. Выступления и выставочные работы учреждений дополнительного образования вызвали живой интерес у посетителей ярмарки. Увидел много чего интересного. Сам сейчас тренируюсь, вот сюда хожу каждый день, очень нравится. Я как-то бы доволен тем, что в городе есть настолько много кружков. То есть дети могут ходить по всем разным кружкам, заниматься спортом и много чем ещё. Ну, было им посмотреть, походить, посмотреть, ну, кто чем занимается. Ярмарка была организована в два этапа. Для школьников младших классов, затем для старшеклассников. Ну и также в субботу состоялась первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка, которая прошла перед зданием налоговой инспекции. На ярмарке был представлен большой ассортимент овощей и фруктов, а также другой сельскохозяйственной продукции. Ярмарка была организована администрацией города и отделом предпринимательства и потребительского рынка. Были приглашены представители фермерских и крестьянских хозяйств из районов республики и городского округа. Подобные мероприятия устраиваются для того, чтобы жители города могли купить натуральные сельхозпродукты без консервантов и химии по ценам производителя. На рынке там, во-первых, продают как-то, ходила ведрами, а мне оптом надо взять ведер 20. Поэтому сегодня ярмарка пришла, чтобы здесь взять сразу и увезти. Въезд на территорию ярмарки был разрешен для удобства покупателей, а пенсионерам и инвалидам предлагалось такси с 50-процентной скидкой. Рядом с ярмарочной площадкой была организована небольшая парковка. Наибольшим спросом среди представленных на продажу овощных культур пользовался картофель. Его жители могли приобрести по цене от 17 рублей за килограмм. По словам предпринимателей, в этом году погодные условия негативно повлияли на его урожайность. Всего лишь там 3-4 тонны максимум уходит. А так давало 15-18 тонн. Но дождей не было. Сгорела вся картошка. Кроме овощных культур на ярмарке были представлены в большом ассортименте бахчевые, арбузы и дыни, выращенные в Солилецке. Яблоки, виноград и свежая зелень. На другой стороне ярмарочной площадки покупатели могли приобрести мясные изделия. Готовые полуфабрикаты оренбургского производства – говядину и свинину по приемлемым ценам. От 200 рублей. Мясо деревенское, не бекон какой-нибудь. Как сейчас у нас много комиксового мяса, поэтому чисто вкусное мясо. Напротив мясных отделов расположились площадки с пчеловодческой продукцией. Жителям города предлагался разнообразный мед. На любой вкус – цветочный, липовый, гречишный. От 1500 рублей за трехлитровую банку. Александр Чокин занимался пчеловодством с самого детства, помогая отцу. Сейчас он профессионально может рассказать о полезных свойствах меда и посоветовать каждому нужную ему разновидность. Но в этом году, по словам пчеловода, производительность меда из-за погодных условий снизилась. Потому что весь август был за 32 температуры, и пчелы практически с утра только работали. Высыхает нектар в цветке. С весны ничего было, хорошо, дожди были. Все началось чудесно, а потом засушило. А липы листовертка свернула. Элеонора Кожахари начала заниматься выращиванием рассады и саженцев с детства, когда помогала родителям в питомнике. Садоводство считает не только интересным, но и полезным занятием. Так как сезон выставки саженцев в самом разгаре, продукция предпринимателя на ярмарке пользовалась немалым спросом. Народ спрашивает, интересуется. Особенно от ежевику много спрашивает. Клубнику, малину, яблони. Ежевика у нас хорошая, не колючая. Высокая она растет, как виноград. И гроздьями растет. И ремонтанная клубника есть. Яблони на карликовой подвой низкорослой до 2,5 метра. Черевичня есть. Малина, сморобина. Все есть. По мнению покупателей, ассортимент ярмарки, которая проходила на центральном рынке, был больше. Семья Факии Хабибулина живет в частном доме. Они сами занимаются садоводством, но посещают ярмарку каждый год для сравнения цен с рыночными. И делают выгодные покупки. Каждый год лук покупаем. У нас насчет лука, конечно, немножко проблема. Лук, урожая мало. И мясо покупаем, канину покупаем. Тут дешевле. Хотели купить пшеницу. Пшеницы нет. У нас свое хозяйство, куры есть. Хотела бы, чтобы это на следующий раз и пшеница была, и корм для животных. Для жителей и гостей города сельскохозяйственные ярмарки будут организованы несколько раз. Они пройдут на площади Советов 17 сентября, а также 1, 8 и 15 октября. Ну и теперь о событиях грядущих. В понедельник Курбан-Байрам. Праздник жертвоприношения, который отмечается на 10-й день месяца Зульхиджа, 12-го месяца мусульманского лунного календаря. И знаменует собой завершение хаджа, паломничество мусульман в Мекку, в Курбан-Байрам. Богослужения традиционно начинаются с проповеди, молитв и праздничного намаза. Кульминацией является жертвоприношение. Ну а вот завершится неделя единым днем голосования. 18 сентября нам всем предстоит определить, в каком направлении будет двигаться и развиваться наш город и вся страна в целом. В Кумертау пройдут выборы депутатов в Совет городского округа и выборы депутатов в Государственную Думу, как собственно и по всей стране. Что ж, удачный вам начало новой рабочей недели и до встречи на телеканале АРИС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова